И вот пока это болото кремлевской пропаганды продолжает восхвалять своего диктатора и оправдывать те зверства, которые они совершают на территории Украины, мы подсчитываем наши убытки. Вот сумма ориентировочных убытков окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС уже превысила 55 миллиардов гривен. Об этом сообщает Пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Давайте подробнее об этом поговорим с нашим следующим гостем. Эколог, глава ГЭС «Зеленый лист» Владислав Болинский присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, слышим вас прекрасно. Владислав, скажите, пожалуйста, вот эта сумма 55 миллиардов, это колоссальная цифра. И она, очевидно, еще не финальная. Да, это еще далеко не финальная сумма, это только начало подсчета. На самом деле, ну, учитывая масштаб, громадный масштаб этого экоцида, очень сложно подсчитать сейчас последствия и ущерб в первую очередь. Мы сейчас можем только лишь начать расчеты, исходя из, ну, скажем, уничтожения национальных природных парков. И мы не можем, ну, даже прогнозировать последствия этой катастрофы до конца. Почему? Потому что эти последствия мы будем ощущать, вероятно, еще десятилетия. Сейчас отрабатываются, ну, методики отработаны, и экологическая инспекция, потому что именно инспекция у нас производит расчет, собирает факты максимальные по нанесенному ущербу. Нам необходимо понимать, что в данном случае будет ущерб не только прямой, но и, как бы, опосредованный через, в том числе, через выведение из оборота сельскохозяйственного, ну, по приблизительным подсчетам, порядка миллиона гектар земли возделываемой. Дело в том, что как раз регион Запорожских степей, регион Таврии, это Херсонская область, частично Днепровщина, это регион, который изначально степной, достаточно засушливый регион, и заменить источники водоснабжения в этом регионе нечем. Но вот то, что однозначно уже легло в расчет ущерба, это нанесение, ну, фактически уничтожение ландшафта целого ряда особо охраняемых природных объектов с международным статусом. Речь идет, в первую очередь, о Национальном природном парке Нижнеднепровский, потому что этот национальный природный парк, уникальный, в общем, нижнего течения Днепра, он был уничтожен полностью, то есть его ландшафт, он просто перестал существовать. Это порядка 80 тысяч гектар этого национального природного парка, плюс целый ряд национальных природных парков, которые пострадали, либо частично, либо половина их ландшафта тоже была смыта. Очень показательно то, что в данном случае речь идет не просто об уничтожении отдельных видов животных и их фактической среды обитания, речь идет об уничтожении целых ландшафтных комплексов и по своему, скажем, воздействию, интенсивности воздействия данный экоцит значительно превышает все возможные, ну и уж точно разрешенные Женевской конвенции типы вооружения. То есть, если сравнивать с применением ядерного оружия, то здесь уместно как раз сравнение с ядерным оружием стратегического характера, не тактическим, потому что токсическое ядерное оружие не имеет такой зоны поражения. Фактически все то, что оказалось затопленным в быстрой зоне течения, это, ну, скажем, склоны пойменной части Днепра, оно было смыто в море. И вот сейчас в Одессе мы тоже видим эти последствия, которые на сегодняшний день очень сложно рассчитать, но очевидно, что здесь мы в одной лодке с всеми причерноморскими странами, потому что Черное море — это, ну, достаточно замкнутая система, и наш регион, северо-западный регион Черного моря, он уникальный своей шельфовой частью, уникальный тем, что этот регион является, ну, базой для откормки многих и многих популяций черноморских рыб, и в том числе млекопитающих больших, таких как, ну, черноморские, три вида китообразных — это черноморские дельфины. Поэтому, во-первых, на себе ощутят по изменениям с точки зрения биоразнообразия это воздействие все страны. Во-вторых, однозначно есть и опасность, угроза для человека, потому что вдоль береговое течение направлено как раз в сторону наших западных партнеров, и вот та интенсивность изменений, которые наблюдаются в Одесском заливе, это падение, ну, фактическое опреснение Одесского залива, потому что вот буквально позавчера фиксировали соленость порядка 3-4 промилей, это почти пресная вода, при том, что обычно сведения статистическая соленость где-то 15-17 промилей, то есть, ну, фактически в 5 раз меньше соленость. Ну, и при том интенсивный бурый цвет, наличие осадка подсказывает, что воздействие просто на систему Черного моря, она, ну, просто запредельная. Как я уже сказал, вдоль береговые течения направлены против часовой стрелки и, соответственно, разносят это все, ну, западнее и западнее. Поэтому влияние на такую громадную систему, как Черное море, еще стоит оценивать, и я думаю, что здесь необходимо привлекать западных партнеров, потому что они тоже попадают под такое воздействие. Я уже не говорю про громадное количество пластикового мусора, который тоже оказался сейчас в воде, а, как мы знаем, последние усилия мировой общественности были направлены как раз на максимальное извлечение пластика из водоемов, потому что, как оказалось, пластик, микропластик очень серьезно воздействует и на живые цепочки пищевые, и непосредственно на человека, потому что он проникает в кровоток и даже сквозь мембраны, то есть очень мелкие частицы. Но это тоже еще не все, потому что теперь мы стоим перед вопросом, а что же дальше будет происходить с ложем Каховского водохранилища, который имеет достаточно большую площадь, порядка 2150 км квадратных. Вот такая площадь ложа, ну и в водной глади, соответственно. И сейчас мы видим, что уровень воды упал ниже отметки 10 метров и стремительно понижается. Это, скажем так, может тоже стать источником достаточно серьезной опасности, потому что мы не можем теперь относиться, ну просто забросить эту территорию, скажем так, не обращать на нее внимания. Дело в том, что необходимо планирование, необходимо понимать, что с ней делать, либо восстанавливать плотину, либо каким-то другим образом ревитализировать. Владислав, вот тут, извините, я вас перебью, восстанавливать или не восстанавливать, мы уже начинаем слышать эти споры от экологов. И встречаются мнения о том, что восстанавливать не нужно, дабы восстановить ситуацию, которая была до возведения этих дамп, а дать Днепру жить своей жизнью изначально, как это было. Ваше мнение по этому поводу? Да, очень правильно вы отметили. Дело в том, что существуют, ну скажем так, экологи, достаточно консервативные люди, поэтому вспоминают то русло Днепра, которое было до момента его изуродования сбоку коммунистического тоталитарного режима. Ну и тогда в этом случае необходимо помнить, что все-таки Каховское водохранилище входило в каскад, и каскад этот содержал в себе шесть водоемов, поэтому и в данном случае речь не пойдет о восстановлении всего цельного русла Днепра. Это первое. И второе, все-таки необходимо понимать, что с 58-го года, по-моему, тогда был запуск Каховской ГЭС. Прошло достаточно времени для того, чтобы сформировались новые биоцинозы. И к тому же, я утверждаю, что вот само дно ложа данного водоема, оно стало таким местом оседания большого количества донных отложений, содержащих в себе громадное количество загрязнителей. Это и загрязнители производств тяжелой промышленности, это и загрязнители рудодобывающих, рудообогатительных различных предприятий, потому что мы помним, что есть еще Каховский канал, который судоходный, который был направлен в сторону Никополя, Марганца и так далее. Все это поставляло вот эти отходы в советское время на дно лимана. И к тому же источник очень серьезных загрязнителей с точки зрения агрохимии, которая использовалась вплоть до 90-х годов в Советском Союзе, те препараты, которые были во всем мире запрещены с 60-х, ну, к примеру, ДУСТ или ДДТ. Поэтому с этой зоной необходимо что-то делать, утилизировать просто так этот осадок невозможно, потому что у нас просто нет таких площадей нигде в мире, чтобы можно было их загрязнить таким количеством осадка. То есть, если он станет источником пыли, эта пыль также будет достаточно опасной. И думая о том, что делать, как планировать территорию, собственно, самого Ложа Лимана, Ложа Каковского водохранилища, необходимо понимать, что речь идет о всей громадной территории, примыкающей степи, которая также была видоизменена в неприродный способ. То есть, взвешивать все за и против, если восстанавливать, то какими силами, каким способом, если не восстанавливать, значит, то что делать с руслом реки, и что будет, как планировать эту территорию, которая осталась от Ложа Лимана, и что делать с теми лесами, которыми был засажен на побережье, а протяженность побережья где-то порядка 900 километров у Каховского водохранилища. То есть, леса сейчас будут массово погибать, потому что изменились условия. То есть, вот когда мы взвесим все это и взвесим средства, которые необходимо затратить, потери от... И о человеческом факторе не нужно тоже ведь забывать, ведь там же за эти десятилетия ассимилировалось очень много народу, которые сейчас потеряли землю, на которой они работали, да, зарабатывали, и о массовых переселениях тоже думать неохота. Владислав, мы уже исчерпали лимит нашего общения. Спасибо вам огромное за этот интересный разговор. Владислав Балинский, эколог, глава гражданского объединения «Зеленый лист», присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. win